Меня зовут Данил Круцких, я автор идеи этого проекта и организатор сегодняшнего мероприятия. И еще раз спасибо, что вы все пришли, и я хочу позвать сюда, главное, режиссера этого проекта, режиссера этого фильма, моего коллегу Евгения Попова. Евгения Попова. Нам очень нравится реализовывать проекты, которые связаны с образованием и культурой. А, сейчас немножечко еще по... Немножечко по тайнингу, чтобы вас ориентировать, потому что я слышал вопросы, что же, собственно, будет. А сейчас у нас небольшая такая официальная часть, не то, что даже официальная, мы просто скажем, каким образом этот создавался проект, кем он создавался. Да, мы почитаем немножечко стихи со сцены, об этом немножечко позже. Наши друзья с фестиваля «Маяк» об этом тоже расскажем. И покажем видеопобедителей, мы проводили видеоконкурс в социальных сетях, покажем видеопобедителей. А потом, собственно, наш фильм, он довольно короткометражный, 38 минут. «История Петербурга» в стихах, и вы первые, кто его увидит. Спасибо вам большое еще раз. Спасибо. Спасибо. Мы расскажем нашим зрителям, что их ждет, чего ожидать кожных не стоит от этого фильма. И, собственно, что за фильм получилось? Привет, друзья, очень рад вас всех видеть, насколько можно определить. Да, вот так вот. Привет, привет. У нас очень простой проект. Это проект о городе, о стихотворениях, об истории. В нем есть три главных действующих героя. Это артист, который читает стихотворение. Это автор, который написал стихотворение. Это сам город. Мы не снимали блог «Васька», но хотели сделать так, чтобы вам было приятно посмотреть на большом экране, поэтому очень круто, что вы здесь все сегодня. Было приятно и очень необыкновенно по-творчески. Каждое взаимодействие с каждым новым артистом, они все разные, все очень интересные, и все по-разному понимают свое стихотворение, и поэтому в дух их творчества вы должны любить, и город тоже по-своему понимает каждое стихотворение и по-разному его интерпретирует. Поэтому если вы где-то слышите шут ветра или осенние листья вместо весенних, это самый терпух. Он помогает этим. Помогает, конечно, да. Не всегда нам хотелось, чтобы было такое растепляющее солнце, где был проливной дождь, но городу не. Поэтому спасибо ему тоже. Игорь Михайлович спрашивает, что будет дальше с проектом. Мы его анонсируем, наверное, в понедельник для интернета, сделаем интернет-премьеру. Его будут показывать, как мы надеемся, на канале 78. Спасибо вам большое за то, что вы будете нас показывать. И лайк, шерек, пост. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Даже если вы далеко не выходите там где-нибудь рядом, будьте еще приходите. Для нас очень важно, действительно, это прям большое событие, что получилось организовать премьеру не просто опубликовать в интернете, а вот таким образом, в таком прекрасном месте. И мы очень благодарны правительству города, комитету по печати за то, что он поверил в этот проект, и в рамках Нижнего международного салона удалось провести эту премьеру. Ну, еще не удалось провести, но все в процессе, да, вроде все нормально. И также мы очень благодарны Сергею Григорьевичу Терезлееву за то, что за эту поддержку, которую вы нам оказали, можно вас на сцену тоже пару попутных слов. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я, на самом деле, искренне хочу поблагодарить и поздрать и Даню, и Женю. Когда мы перво встретились и поговорили в этом проекте, вроде ничего сложного, а на самом деле, я понимаю, насколько сложно было реализовать этот проект, подготовить и показать вам, не побоявшись того, какая будет оценка этого проекта. Хочу напомнить, что 315 лет Петр I начинал строить наш город. Сегодня вы, сегодня такие ребята, как Даня, Женя, вкладывать свой труд в тот фундамент, который сегодня на чем живется, наш великий город. Я очень рад, что Книжный салон приобрел таких ребят, что Книжный салон приобрел такой проект, и мы накануне говорили, в следующий год этот салон будет жить еще несколько лет, еще несколько лет. Я хочу, чтобы каждый год был олицетворен такими проектами, классными, хорошими, чтобы эта аудитория пополнялась. Если будет заказ на аудиторию еще больше, мы можем тогда получить какие-то обещательные выборы. Поздравляю! Спасибо огромное, Игорь Григорьевич. Еще мы очень благодарны депутату Законодательного собрания, Денису Чифербоку. Именно благодаря нему получилось этот фильм снять, за то, что он поверил в нас еще на уровне идеи, на уровне презентации по уроку этих 6 слайдов. Это должно было иметь еще и новую фантазию, чтобы поверить это все. К сожалению, Дениса сегодня нету, но здесь его главный помощник Никита Савастьянов. Давайте тоже поанализируем. АПЛОДИСМЕНТЫ Едите тоже пару слов. АПЛОДИСМЕНТЫ Прости большое. На самом деле, практика взаимодействия ребят и Законодательного собрания имеет уже свою традицию. Достаточно вспомнить фильмы «Поэтики в новом мире» и «Петербурге» или «Ленин всегда живой». И надо же здесь, конечно, вспомнить и другие замечательные проекты ребят. Это социальная реклама, достаточно нестандартная, цепляющая, или фильм «Озовутый полтороз». Поэтому я с нетерпением так же, как и весь зал, жду премьеры, жду начала сеанса. И от лица скомодательного собрания Санкт-Петербурга лично Дениса Четыркока, выражает свою глубокую признательность ребятам. Большое спасибо вашей команде, техническому персоналу, всей актерской группе и лично Данилу Кузьких, Жене Пахову и Марине Куковиной. Вы молодцы, так и жаль. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А продюсером этого фильма выступил Александр Малич. Именно он собрал вот такой блестательный, разнообразный звездный ансамбль, которому предложил почитать стихотворения и которых убедил это сделать. Ну, без Саши это просто бы ничего не получилось, поэтому, Саш, пожалуйста, проходи тоже на сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Может быть, даже взять второй микрофон? А вы будете... Да? Жень, да. Я говорю, ты пригодишься. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я могу идти и говорить, смотри. Это стиль, это стиль. А это да. Произведение, как я придумал, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Саш, вот ты ведешь очень много мероприятий, разных событий, связанных с культурой. Это и концерт «Хармония в парках и джинсах», это детский конкурс музыкальный «Челкунч». У тебя своя передача на канале «Симпятьдесят восемь», культурная. И вот тут ты поверил в этот проект тоже, и более того, сам поверил, еще и убедил всех этих звезд в это все вписаться. Каким образом и почему? Вот пару слов про это. Сложно объяснить, ведь до этого мы с вами, ребята, сделали уже два проекта, это третий, но мы сделали, кто этого не знает, но мы не были знакомы там. В самом деле, это третья работа, как и даже четвертая, я сейчас помню уже, или пятая, это пятая работа, которую мы делаем время очень вместе, поэтому я поверил вам и решил вписаться в эту работу. Вы знаете, все хотят посмотреть то, что сейчас будет на экране, я это понимаю, я займусь сороксиком. Во-первых, большое спасибо всем артистам, которые согласились в этом принимать участие, и правда, у нас не было отказов. Это действительно второй стихотворный проект, первый был в истории рассказывал о стихах «Серебряного века». Нам было чуть полегче, в этот раз лично мне договариваться, но, в общем, отказов не было, если были, то только в связи с сложным графиком. Никто не был против. И вы увидите, кто снимался, и поймете, что, правда, эти люди достойны того, чтобы вы посмотрели это потом еще раз, в Ютьюбе и по телевизору. Это первое. Второе. Большое спасибо съемочной группе, которая очень тактична. Женя, Данил и все, кто... Кирилл Горецкий, который был одним из операторов. У всех операторов было много. Мне кажется, человек десять, наверное, в результате приняли участие в этой работе. А все, кто снимался, отмечают то, что это была потрясающе классная команда, которая очень вежливо относилась к актерам очень бережной теме. Третье, что я хотел бы сказать... Да, собственно... Достаточно, наверное. Нормально. Да, смотрите. Правда, тридцать восемь минут. Я не видел, как они смонтировали. Поэтому вообще это не планировалось как тридцать восемь минут. Это планировалось как шестнадцать по три. Или сколько там? По две. По две. А склеили тридцать восемь для того, чтобы вы посмотрели на экране. Действительно, это с завтрашнего дня будет показываться на телеканале семьдесят восемь. Да. И действительно, это будет в Ютьюбе. Спасибо вам большое. Этот проект, на самом деле, не про историю. Он про будущее. Потому что он про всех вас, которые на это смотрят. И когда это нам всем говорят, таким ребятам, как я, которые ведут передачи про культуру и делают что-то для этого, что молодежи это не нужно. Здесь реально молодой зал. И это классно, что вы пришли на это посмотреть. Спасибо вам большое. Не выходи. Потому что я говорю про команду. И вот следующий пункт в этом сценарии. Я хочу пригласить вообще всю небольшую, но очень талантливую команду, которая приняла в этом участии. А именно, еще раз, Женя. Режиссер этого фильма Евгений Баков. Операторов Артема Кравчикова и Артема Куритина. Звутоинженера Са Племетова. Директора Варину Мухтовину. Администратора Юлия Куртикова. Визодистов Юлия Куртиковского. Восьми из коротких. Парикмахера Евгений Баралаев. Наш бурый пункт вяда. Просто Ира Красневого. Аплодисменты. Виза Са Племетова. Виза Са Племетова. На самом деле очень немногие людей. А каждый из них делал… Прошел сквозь съемки при поливном дождьке, при светлячем солнце. Это редко было терпым, очень было дождя, но мы все-таки солнце ловили. с любовью невероятной к городу, с верой в этот проект и в этой всей команде работать было просто с большим удовольствием. И спасибо вам огромное, ребята, это действительно круто, что все вместе мы это все вместе мы это сделали. И так, и мы уже... Подождите, 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 не уходите, потому что хочется сказать еще слова благодарности. Ну, действительно, это важно. Салон красоты «Эфир», творческая лаборатория «Солярис Флой», художественная компания «Семь Путов», компания «Симпл» за напитки в зоне «Велком». Давайте отдельно поаплодируем, потому что компания «Семпл» за чудесные сыры, которые были в этом компанте. Спасибо нам, что про сомнерпортеры, благодаря которому проект узнало так много людей. Это «Ресурс Кудаков», «ВКонтакте», «Телеканал 78» и поэтическому фестивалю «Маньяк», о котором буквально скоро мы еще отдельно поговорим. Также огромное спасибо нашему большому другу, который помогал на всех этапах Толи Бузинскому, который просто тоже очень сильно помог этому проекту. Давайте еще раз... Ну, конечно, спасибо Петербургу за красоту, которая вам нравится, и за это все вскоре, это молодцы, которые вам понравились. Спасибо, ребята. Теперь можно? Да, спасибо. Последнее, что я хотел сказать, это реально 38 минут, даже если вам не понравится, просто потерпите. И потом можете уходить. А пока сначала совсем скоро, как я уже говорил про фестиваль «Маньяк», так совпало действительно, что завтра уже будет музыкально-поэтический фестиваль «Маньяк». Видно подобное, втянется к подобному, даже календарной севский. Мы не планировали так, но сегодня наше мероприятие, а завтра наши друзья и партнеры из фестиваля «Маньяк». Мы очень рады, что ребята смогли не только прийти, но и согласились почитать стихотворение о Петербурге со сцены вживую. Мне кажется, это очень так создаст правильное настроение поэтическое. И я приглашаю на эту сцену художественного руководителя музыкально-поэтического фестиваля «Маньяк» поэта Марину Кацубу и куратора фестиваля и родителя поэтической информации «Голдость Рома Голда». Добрый вечер. Добрый вечер. На самом деле, вы же очень много слышали об этом проекте и лично большое количество моих друзей и знакомых принимают в этом участие. И надеюсь, что мы в перспективе тоже даем в нем участие в следующих сериях. Мне кажется, невероятно важным, что слово, которое принадлежит городу, описывает город тем или иным способом, мы стараемся описать и передать друг другу. Я говорю это с дрожью в голосе, правда? Мы вырвались из монтажа нашего фестиваля, который будет завтра. Он будет идти с часу дня до 23 часов, и там будет огромное количество поэтов, писателей, музыкантов, художников и прочих творцов. Мы будем говорить о любви, и о Петербурге тоже. И мы вас всех приглашаем. И с радостью поддержим. Ты так говорила, ты, например, художественный руководитель это все дело собирала, ну, при моей большой помощи. Ты даже не рассказала, что там будет. У нас будет элекционная часть, там будет Сергей Анатольевич Носов, там будет Женя Лазаренко из другой мультфильма, там будет Вася Акерман, который будет рассказывать о том, как заработать денег на стихах и что еще на этом будет. Это очень важно. Но мы всем важны деньги. Правда? Нет, на самом деле, мне кажется, что в Петербурге еще важны москвичам. Все-таки в Петербурге нужно, чтобы кроссовки В Петербурге важнее стихи о Петербурге, чем как заработать в стихах. Конечно. Поэтому вторая часть у нас будет посвящена именно стихам. И помимо наших петербургских поэтов у нас будут наши друзья, наши коллеги из Саратова, из Днепра, из Одессы, из Германии даже будет Димашок. Это такой немецкий скандально известный рэпер, русскоязычный, но он будет читать Владимира Маяковского. И будет Моди Маттана, которая будет читать Марию Цветаеву, что тоже, в принципе, интересно. А в третьей части уже в музыкальной там уже представлены как и поэты, так и музыканты. Будет Маша Любичева из группы Борто, будет группа Zero People, будет группа Алоэ Вера, и еще много, много чего интересного. И прекрасная актриса. Прекрасная. И все эти коллеги будут Александры Маличи. Да. Погадались. Объединяющие, объединяющие ремены, это глухая, приветствия. Мы приготовили сегодня на бегу между монтажом и репетициями несколько стихотворений о городе. С вашего позволения мы прочтем классические стихи о Петербурге и свои собственные. Спасибо. И Маяковский, Владимир, я так отзываю, да? Да, вначале был Владимир Маяковский. Почти как у шока. Вы быстнился, как у меня известный. В ушах остатки теплого бала, а с севера снега сидели. Туман с кровожарным лицом каннибала жевал невкусных людей. Часы нависали, как грубая брать, за пятым на лист шестой, а с неба смотрела, какая-то дрянь величественная, как лев толстой. Еще Петербург называется Сухорей. Дальше живой. Улица бахнет, как мокрая псина, день начинается в сенье, тело чугунное, невыносимо через парадную дверь. Ты покидаешь хитонический морок стен казематов съемных квартир. Улица эта, кротовые ноги, шепчет на пусты вслед конвою. Сотные дети смотрят в бойницы грустных домов кораблей. Ты убегаешь тайком из больницы, светом играть здесь полей. В мусорных ямах резвятся лисицы, за лесопарком темнеет залив. Берег в бензиновых пятнах лоснится. Ты словно жук в янтаре мне к заливу. Блещет луна и волна серебря.